Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодняшнее наше занятие будет посвящено веб-дизайну в программе Photoshop или же созданию макета в этой программе. Данный урок у нас посвящен созданию модульной сетки для создания сайта. Но сначала давайте обратимся к общим вопросам создания дизайна. Я специально зашел здесь на один из сайтов, да, веб-мастерская, которая продает шаблоны сайтов и фотошоповские шаблоны, HTML-шаблоны, готовые шаблоны для движков и так далее. Я вот сейчас нахожусь на странице, которая посвящена отображению шаблонов сайта именно в PSD-формате, то есть в формате Photoshop. И вы можете видеть, что здесь очень много интересных решений и средняя стоимость каждого шаблона, вот где-то от 7 долларов, там 10, есть даже 40 долларов, да. Но все зависит, скорее всего, от именитости автора, сложности проекта, да. Вот, почему я здесь нахожусь? Ну, во-первых, чтобы в общее представление имели, как может выглядеть шаблон, да, предполагаемого сайта Photoshop. Ну, вот, например, щелкну я по какому-нибудь, значит, шаблону, например, за 40 долларов, да. Вот так вот он выглядит. Стандартная лицензия 40 долларов. И здесь, если мы его конвертируем в какой-то, значит, другой формат, то еще деньги добавляются. Ну, даже если это чисто 40 долларов, посмотрим, из чего он состоит. Вот так выглядит верхняя часть страницы, да. Если вот мы по этим картиночкам будем щелкать, да, то мы будем видеть, как выглядят, ну, другие части нашего сайта. Или же, как выглядят, ну, другие варианты этого сайта, если прокручивать его ниже. Ну, вот сайт немножко, видите, прокручивается довольно-таки, загружается довольно-таки долго, вот эти картинки. Вот, но тем не менее. Ну, честно говоря, вот то, что мы здесь видим, это не совсем напоминает, как бы, дизайн сайта в программе Photoshop. Это, скорее всего, такие, как бы, скриншоты, да, того, что автор нам предлагает, вернее, этот сайт, да. Вот, ну, можно попробовать какой-нибудь другой шаблон выбрать. Ну, вот, например, вот этот тоже, он по-своему интересен, с такими плавными формами, вот. И тоже можно посмотреть на, значит, отдельные страницы данного сайта. Вот так вот может выглядеть наш сайт. Это, скорее всего, сайт посвящен каким-то хостинговым системам или еще чему-то там. Вот другой вариант, либо другая страница. Вот, то есть, здесь мы можем смотреть, как выглядит каждая страница. И все, что вы видите, все это отрисовано в Photoshop. Соответственно, потом это еще следует кодировать, да. Вот, но это пока другая тема. Вот, так вот, например, предположим, предположим, что вы вот этот шаблон купили, да. Или же, значит, где-то он вам достался каким-то другим образом или способом, да, и открыли его в программе Photoshop. Давайте посмотрим на наш готовый шаблон, да. Вот этот шаблон, в случае чего, делал не я. Это, я уже не помню, куда он у меня появился, да. Но, тем не менее, вот он перед нами находится. Мы видим, что, значит, если в структуру мы шаблона заглянем, вот, которая в палитре слоев отображается, то мы видим очень много групп, да, где каждая группа посвящена какому-то, ну, назовем его так, микроформату, да. Внутри шаблона вот есть вот меню, есть шапка сайта, есть заголовки, есть какие-то блоки преимуществ либо блоки особенностей, да. Вот мы можем, значит, включать-выключать. Видите, вот хедер я выключаю, и у нас, собственно говоря, вот этот вот верхняя часть пропадает. Значит, там находится вот это, значит, все, что касается этого блока. Мы можем его развернуть, вот, и посмотреть. Очень много элементов там напичкано, да. Вот этот наш слайдер и так далее. С одной стороны, когда вот мы смотрим на всю эту структуру, нам кажется, вся она сложная, непонятная и, собственно говоря, запутанная, да. Вот, но когда мы с вами будем разбирать, значит, создание сайта, ну, дизайна сайта, макета сайта в этой программе, я думаю, что у вас вся вот эта информация, которая, кажется, сейчас вам весьма, весьма запутанная, возможно, которой очень много, она, вся эта информация у вас упорядочится, и вы будете понимать, как со всем этим работать. И самый лучший вариант, я думаю, начинать работать шаблонами Photoshop не с точки зрения, вот мы, допустим, его загрузили, и, значит, изучаем, как он устроен. А лучше создавать его с нуля, показывать, смотреть, как все это происходит, самостоятельно создавать вот эти вот группы, да, и тогда уже, в принципе, работы других мастеров нам будут понятны. Вот, смотрите, вот я здесь включаю группу, которая называется GRID, ну, то есть, в переводе сетка. То есть, у нас урок сегодня посвящен модульной сетке, созданию модульной сетки в программе Photoshop, да, вот я включаю, и смотрите, видите, у нас появилась так называемая модульная сетка, да, и это основа, с чего надо начинать. Ну, во-первых, для чего модульная сетка вообще нужна? Так, давайте я вам открою презентацию по этому поводу, которая у меня для курса по опт-дизайну имеется, и посмотрим, что такое модульная сетка. Здесь есть ряд определений. Во-первых, модульная сетка за счет ее упорядоченности, да, создает, задает, вернее, стандарт расположения элементов для враньума объектов и добавления новых. Также сетка помогает создавать и поддерживать эстетику страницы за счет пропорциональности, структурированности и выровненности, да. Что самое важное, я считаю, что сетка позволяет нам поддерживать адаптивный дизайн сайта, ну, для удобства пользователей при считывании информации за счет создания визуального порядка и легкости восприятия, да. То есть сетка нам, одним словом, помогает сделать нашу, значит, систему очень понятной и очень четко выровненной и хорошо выглядящей на любых устройствах. Соответственно, когда мы создаем дизайн, мы эту сетку включаем, потом отключаем, вот. Давайте я вам покажу, как эта сетка выглядит уже в готовом виде, да. Вот у меня есть здесь заготовленный шаблон этой сетки, да. Вот. Но мы этот шаблон создадим сейчас самостоятельно, чтобы вы понимали, как это быстро все делается, да. Смотрите, с чего сетка состоит. Она состоит, как правило, из 12 колонок, да, вот таких вот, да, по отношению к которым у нас происходит выравнивание элементов, да. Вот. Значит, если мы находимся внутри вот этой папки grid, вот этой группы, то мы можем, допустим, вот это вот выключать, вот эти вот колонки, вот эту сетку, да. Можем также убирать вот эти вот направляющие, да. Но, честно говоря, их убирать, наверное, на этом этапе не нужно, так как к ним происходит привязка элементов, которые мы будем здесь создавать, да. И также есть еще другая сетка, которая по высоте у нас ориентирует, не ориентирует, а создает горизонтальные линии, которые позволяют нам привязываться не только по горизонтали, но по вертикали, что в общем создает такую, знаете, значит, очень удобную систему расположения элементов на экране. Ну, вернее, в данном случае на макете, ну, подразумевается, что на экране. Мы же для экрана все делаем, да. Вот. И вот во всем этом нам с вами надо будет разобраться, да, потому что я так считаю, что моя задача не просто вам вот дать сетку, давайте делаем. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, какие размеры сетки существуют, как они функционируют, как они работают и так далее. Мы можем вот эту сетку, кстати, выключать, и можем всю сетку, ну, всю сеточную систему отключать в принципе, да. То есть всегда, когда мы начинаем создавать дизайн сайта, то мы начинаем именно, значит, создание сетки, либо с использованием готовой сетки, которая у нас есть. Но сейчас я вам покажу, что сетка для различных случаев может быть разной. Для этого, смотрите, давайте я обращусь, значит, опять к интернету, да, и непосредственно к сайту, где есть параметры сетки для фреймворка BoostRab. Кто не знает, что такое BoostRab, BoostRab это лидер отрасли по созданию фреймворков, по, ну, для реализации адаптивных дизайнов сайта, но уже с точки зрения, значит, кодирования сайта. То есть после того, как мы сайт нарисовали, да, мы отдаем макет верстальщику, и верстальщик оверстает на основании либо собственного кода, собственный код пишет, либо же использует какие-то фреймворки. Так вот, GetBoosterUp, вернее, BoostRab, да, это компания, вернее, эта система, этот фреймворк был разработан компанией Twitter, она раньше называлась Twitter BoostRab, да, вот, ну, потом, в принципе, значит, Twitter отдал все это на потребу общественности, и сейчас мы можем бесплатно ее скачать и ей пользоваться, да. Так вот, это лидер отрасли, да, и поэтому к параметрам вот этой сетки, да, мы можем смело обращаться как к некой идеальной формуле при создании вот наших адаптивных дизайнов, да. Вот смотрите, у нас здесь, видите, ну, два открыта, значит, сайт, не два сайта, а две версии сайта BoostRab, да, то есть я специально здесь вам показываю прежнюю версию BoostRab и новую с сегодняшнего дня. Почему? Да потому что мы можем встретиться как с сетками, значит, будем быть прежнего толка, да, так и с новыми, да, я хочу вам показать, какая между ними разница. Так вот, значит, по идеологии BoostRab, BoostRab, да, значит, у нас ширина рабочей области сайта для различных устройств располагается вот так вот, да, то есть если у нас десктопное устройство, ну, компьютер больше 1200 пикселей в ширину, да, вот на том компьютере, как я сейчас работаю, то рабочая область сайта, то есть сетка, ширина сетки, сеточной области будет 1170 пикселей. Именно в рамках вот этой ширины надо будет создавать нам сетку. Если у нас среднее устройство, ну, например, ноутбук с небольшим экраном, да, где разрешение экрана по ширине от 992 до 1200, то ширина рабочей области будет 9700 и так далее. Это у нас планшеты и это у нас, значит, мобильные устройства. Так вот, посмотрите, здесь даже написано, что ширина колонки, вот, что такое колонка, да, смотрите, вот она, эта колоночка идет, да, каждая, да, здесь даже указано, что ширина колонки у нас, если мы на большом устройстве работаем, равняется 97 пикселей, каждый, да, ну, видите, здесь знак, ну, примерности стоит, то есть приблизительно 97 пикселей, так как эта ширина может варьировать в каких-то параметрах, да, от, ну, мы же можем вот так вот уменьшать, увеличивать, да, размер нашего, ну, будем говорить, браузера, да, поэтому ширина тоже будет меняться. Но что остается неизменным, это ширина между вот этими колонками, то есть, вот, смотрите, здесь у нас еще между колонками есть ширина, да, вот расстояние, которое здесь называется, значит, вот, Гютер Уиз, да, то есть ширина расстояния, и видите, здесь 15 пикселей, 15 пикселей, то есть 30 пикселей общей ширины, ну, и здесь как бы еще дописано, что 15 пикселей с каждой стороны, то есть, получается, что 97 пикселей и ширина каждой колонки для десктопного устройства, для широкого, да, это 97 пикселей минус 30 пикселей, то есть, получается, где-то 67, вот. Значит, какой же нам параметр здесь выбрать, как нам создавать, с какими параметрами мы будем работать. Кстати, давайте мы посмотрим еще, какие параметры у новой сетки Bootstrap. Видите, уже обновленная версия ширины сетки, а мы на нее именно будем обращать внимание, вот, ширина рабочей области является для больших устройств 1140 пикселей, и пошло это среднее устройство, это, ну, то есть, это ноутбуки, это устройство еще меньше, маленькие устройства и мобильные устройства, то есть, в новой версии, значит, Bootstrap, сетка, ну, сетка у нас уже имеет не 4 градации, а 5. У нас, если, допустим, большое устройство, то у нас ширина рабочей области 1140 пикселей, и расстояние между колонками тоже будет равняться, значит, 30 пикселям, то есть, 15 пикселей с каждой стороны, вот. Теперь, смотрите, когда вот мы, например, находимся в программе Photoshop, да, вот, мы, соответственно, должны создать, ну, ширину, в общем-то, нашего первичного документа, на котором, соответственно, мы будем сайты создавать. Так вот, новых версий Photoshop, да, вот давайте я иду в файл, создать, и иду, например, вот для интернета, да, то есть, версии для интернета, ну, макеты здесь есть какие-то, да, посмотреть все стили, мы увидим, что у нас есть и, значит, большое разрешение 1920 на 1080, и среднее разрешение 1440 на 900 пиксель и так далее. Какое из них выбрать для того, чтобы у нас, значит, все было правильно? Но дело в том, что, смотрите, если, допустим, у нас по новой, как бы, идеологии ширина рабочей области 1140 пикселей, да, вот, 1140, то, соответственно, вот здесь, какой бы мы не выбрали формат, либо 1366, либо 1920, либо 1340, да, все равно у нас рабочая область будет помещаться во все вот эти размеры. Поэтому мы берем тот формат, скорее всего, на каком компьютере мы работаем. Вот, допустим, у меня компьютер сейчас разрешением экрана 1920 на 1080, да, я, соответственно, его и выбираю, так как рабочая область у нас все равно будет меньше. И, и нажимаю создать, обращаю внимание на то, что у меня стоит галочка монтажной области, так как, скорее всего, мы будем делать не только главную страницу, но и страницу, значит, ну, другие еще там, если это многостраничный сайт и так далее. Итак, я говорю создать, создать, и у нас получается вот такая вот монтажная область, кстати, да, кто-то, кто привык в фотошопе работать в обычном режиме, наверное, не знает, что такое монтажная область. Монтажная область – это, будем говорить, такая субстанция, которая позволяет в одном рабочем документе создавать несколько листов, будем так говорить. Вот, смотрите, например, я по монтажной области щелкаю, да, и здесь появляются плюсики, я щелкаю по плюсику, видите, получилась одна страница, вторая, то есть документ, а я нажимаю и уменьшаю, у меня вот все вот так вот получается, да, могу вот монтажную область щелкнуть, вниз документ сделать, и пошло-поехало, то есть, например, это главная страница, страница там о компании, страница контактов, и здесь можно всю иерархию сайта создавать. Но сейчас у нас пока не, данная задача перед нами не стоит, сейчас мы будем создавать с самого начала только сетку, поэтому я делаю Delete вот этого элемента, да, то есть я выделяю, ну, можно вот это выделить, тоже нажимаю клавишу Delete, если здесь он почему-то не выделяется, бывает иногда, да, то мы в палите слоев это выделяем, нажимаем Delete, и снова клавишу Alt я нажимаю и увеличиваю, значит, непосредственно наш, ну, наш холст. Так, итак, мы приступаем к созданию непосредственно сетки, да, с колонками, да, которая будет у нас являться основой при создании сайта, при его рисовании. Так, итак, значит, как мы это сделаем? Смотрите, у нас, у нас здесь имеется пункт меню просмотр, и здесь есть такая команда, которая называется новый макет направляющий, это, в принципе, команда, специально создана для веб-дизайнеров, для того, чтобы создавать вот эту вот сеточную область. Итак, значит, смотрите, у нас здесь появляется вот такое вот, значит, вот такое вот окно, извиняюсь, да, где можно указать все те параметры, которые необходимы нам для нашей сетки. Собственно говоря, ну, мы их знаем. Значит, смотрите, здесь у меня уже стоят вот эти параметры, да, значит, которые нам необходимы именно для, ну, как бы, для создания именно сайта в современных условиях, но как я их вычислил, что, ну, понятно, что 12 столбцов у нас число, но вот эти параметры, все очень просто. Смотрите, вот я иду сюда, например, да, вот опять на сайт иду. Смотрите, вот у нас 1440, да, 1440 мы делим на 12, да, у нас получается, по-моему, 95, да, и 95 минус 30 получается 65. Вот и все, все очень просто. Смотрите, то есть я пишу, что ширина у нас, значит, 65 пикселей, ширина пикселей каждого столбца, вот этого, да, и 30 пикселей – это расстояние между ними, да, и в итоге, в итоге вот эта вся рабочая область, вот эта вся рабочая область у нас будет равна 1140 пикселей, то есть так, как, в принципе, нам и рекомендует, значит, BoosterUp, вот это вот фреймворк, видится, 1440. Соответственно, высота здесь будет меняться уже потом по мере того, как мы будем сайт заполнять. Смотрите, здесь, если мы сюда, ну, сейчас мы пока ничего не отчелкнемся, почему? Потому что у меня вот это окно открыто, да, и это окно у нас пока не активно. Смотрите, здесь вот есть центровать колонки, да, вот, видите, если я центровать убираю, то у меня смещается влево, вот я могу этот столбик убрать, у меня вообще ничего нету, но снова вставляю. И после того, как я это сделал, я нажимаю ОК. Так, теперь давайте посмотрим, что нам еще нужно. Смотрите, у нас здесь, видите, вот такие вот розовые колонки есть, они очень удобны для создания сайта, так как помогают более точно и визуально определять расположение элементов. Это тоже такой, знаете, некий визуальный стандарт, которым пользуется. Как мы это здесь все, в принципе, сделаем? Ну, все очень просто. Смотрите, цвет вот этой вот сетки у нас тоже, он, будем так говорить, общий для всех случаев жизни. Вот здесь на отдельно взятом слое мы можем увидеть, что он имеет прозрачность, допустим, значит, 100%, ой, 10% прозрачность, но это, видите, просто красный цвет, красный цвет с прозрачностью 10%, да, вот. А как нам его, в принципе, легко сделать? Здесь немножко придется потрудиться. Смотрите, вот все делается очень просто, да. Мы берем инструмент прямоугольную выделенную область, да, со сушевкой 0 пикселей, да, находясь вот на этом слое, да, и берем алгоритм не просто выделенной области, а добавить к выделенной области, да, и просто создаем выделение. Причем мы увидим, что у нас каждая выделенная область, она у нас прилипает к вот этим направляющим, да, что делает процесс очень удобным и довольно-таки быстрым. Вот. Ну, тем не менее, все равно придется здесь чуть-чуть, будем так говорить, повозиться, да, вот. Но зато потом вы можете создать для себя, ну, некий размерный шаблон и шаблон сетки, да, который будет служить вам, как бы, верой и правдой при создании макетов ваших сайтов. Вот. Стоимость примерную вы видели, вот. Но это на сайте столько стоит. Если, как бы, вы уже именитый дизайнер, да, то каждый отдельно взятый дизайн будет стоить гораздо же дороже, потому что у них там ширпотреб. Любой человек может купить за 10 баксов этот шаблон, вот. А вы, допустим, предположим, что вы делаете уникальный. Давайте смотрите, я просто беру красный цвет, вот так вот, да, и вот на этом слое, находясь, я просто беру и вот заливаю сюда. Видите, у нас сетка получилась. Я нажимаю комбинацию клавишку Ctrl D, снимаю выделение, да, вот, и делаю прозрачность слоя 10%. Вот так вот. И у нас получилась вот такая же сетка, как, допустим, и на нашем шаблоне, да. Вы можете сказать, что, а что бы этот не использовать, скачали и все. Но дело в том, что вот параметры у этого шаблона другие совершенно, ну, не совершенно другие. То есть здесь параметры именно, которые относятся к старой сетке Bustrap. Видите, по ширине 11,70. Там побольше колонки, а это уже, то, что я сейчас делаю, относится уже к новым параметрам, да. Вот. А вообще, по идее, надо делать сетку не только для, значит, для больших устройств. Ну, вернее, не сетку, а макет. Но вы также должны создать дизайн макет сайта, как он будет выглядеть на средних устройствах, ну, то есть на планшетах и на мобильных. Получается, для каждого случая вам нужна будет разная сетка. И вы так и иначе должны будете делать самостоятельно. Ну, или искать, где такое скачать. И, кстати, потом я вам покажу, где это можно сделать. Так, ну, давайте я снова зайду, значит, в наш фотошоп. Так, именно в наш макет. Кстати, так, всю эту часть мы сделали, да. Вот, теперь, смотрите, у нас помимо, значит, вот этих вот горизонтальных, горизонтальной сетки, да, у нас еще есть вот такая вот, вернее, вертикальных колонок, у нас еще есть, смотрите, вот такая вот горизонтальная сеточка, да, вот, которая служит для того, вот я ее увеличиваю маленько, да, служит для того, чтобы, значит, по горизонтали привязываться вот к этим линиям, что тоже задает определенный такой, знаете, порядок при создании элементов. И если я увеличу, да, смотрите, до конца, до конца, да, мы увидим, что каждая эта линия имеет толщину 50, извиняюсь, 1 пиксель, да, 1 пиксель, да, вот, и расстояние между каждой линией у нас 10 пикселей, видится, вот, и, соответственно, надо тоже это создать. Сейчас мы тоже постараемся это сделать быстро, вот, а мы же не будем каждую линию рисовать. Так, 1 пиксель через каждые 10 пикселей, вот, я снова это убираю и перехожу на наш шаблон. Так, ну, для того, чтобы нам вертикальную сетку создать, давайте я пока вот это отключу, отключу, да, так как у нас колонки должны быть на одном слое, а горизонтальная сетка на другом для удобства. Я создаю новый слой, вот, давайте, кстати, назову вот здесь вот этот слой grid, то есть сетка, да, так, это у нас будет grid, да, вот, а это у нас будет линии, назову lines. Вот, так, здесь я ошибкой написал. Так, как мы здесь поступим? Смотрите, точно таким же образом, смотрите, мы идем непосредственно на пункт меню просмотр и снова я вызываю новый макет направляющий, да, вот, вызываю его, но уже здесь я отключаю столбцы, вот, отключаю строки, вот, видится, и сколько у нас строк должно здесь быть. Итак, смотрите, здесь можно поступать в следующем образом. Смотрите, вот, видите, я просто вправо-влево таскаю вот эти вот элементы, да, и у нас, собственно говоря, количество этих точек растет. Средник мы просто убираем, то есть мы оставляем это пустым, да, вот эту, ну, высоту, и средник мы оставляем пустым, а количество строк мы увеличиваем, да. Теперь смотрите, я, так, значит, смотрите, я, значит, чего не сделал. Вот сейчас, когда у меня вот это окно работает, я не могу приблизить холст к себе, чтобы близко смотреть вот эту шкалу, да, линейку, а именно она нам нужна, поэтому я пока делаю отмену, да, приближаю близко-близко, значит, вот эту вот область какую-то к себе, чтобы я видел, значит, вот эту вот, вот эти вот линейки, которые у нас имеются поверху и сбоку, очень близко, чтобы каждый пиксель у меня, в принципе, здесь был на виду. Вот у нас, видите, 0, 10 пикселей, 20, то есть градация от 1 до 10 у нас видна, и даже можно еще побольше сделать, чтобы я видел буквально каждый пиксель. 0, 10, видите, 0, 1, 2, 3. Кстати, если у вас сетка не отображается, а по умолчанию, когда вы, допустим, фотошоп установите, она не отображается, то вам необходимо пойти в пункт меню, значит, просмотр и показать, вот, линейки включить. А так-то они выключены, по умолчанию бывает. Вот. Так, и теперь смотрите, я снова иду, значит, в просмотр, и новые направляющие, вернее, новый макет направляющий создаю. Вот эти столбцы я выключаю, а выключаю вот эти строки. Так, и смотрите, я вот это обнуляю, обнуляю, да, то есть 0 делаю, а вот это число я увеличиваю. И вот смотрите, я делаю такое количество вот этих вот строк, да, чтобы каждая строчка у меня была, находилась именно на, значит, на вот этом расстоянии 10 пикселей между собой, да. Так, значит, ну здесь надо, по-моему, на же высота, по-моему, нашего макета 1080 пикселей, поэтому, скорее всего, будет 108, значит, строк. Вот, смотрите, видите, я 108 сделал, да, ну, 1080 делить на 10 будет 108, логично, да. Вот, и у нас каждая вот эта вот линия, да, она у нас идет через 10 пикселей, окей, да, вот, EDC. То есть это у нас есть, и есть вертикальная сетка, и есть горизонтальная. Но смотрите, здесь такой вот момент, да, по ходу, значит, реализации нашего макета, да, он у нас будет вниз расширяться, да, это делается очень плохо, просто. Я щелкаю по монтажной области, и вот щелкаю сюда, и вот, например, беру и вытягиваю вниз, видите. Но вот эта сетка у нас вниз не идет, да, поэтому, поэтому, ну, вот если, допустим, мы берем за образец, допустим, нашу, вот эту сетку, то здесь легко и просто. Я на этот слой нажимаю, нажимаю Ctrl-T, ну, трансформирование, и вниз вытягиваю. Здесь легко и просто, да, она будет вниз вытягиваться. Но вот эти вот горизонтальные строки, они, ну, никак здесь не вытягиваются, не копируются. Поэтому нам нужно сделать что? Давайте я отключу вот это, и отключу, так, это не надо отключать. Нам нужно сделать не сетку, то есть не направляющий, а именно растровую структуру нашей сетки, чтобы они были, ну, реальными физическими линиями, а вот не этими системными направляющими, понимаете. Делать это тоже очень легко и просто. Смотрите, я беру, встаю непосредственно на слой с линиями, да, беру опять этот красный цвет, и смотри, что я делаю. Я опять приближаю к себе, ну, как минимум несколько полосок, чтобы у нас здесь было, да. Смотрите, я беру инструмент горизонтальная строка выделения, да. Также я нахожусь в алгоритме добавить к новой выделенной области. И смотрите, я создаю, ну, еще при большем увеличении, возможно, да, горизонтальную строчку с привязкой к направляющим. То есть я к направляющим подвожу, раз, видите, у меня внизу строчки появляются. Я делаю, ну, например, 10, да, можно сделать 5, потому что я же не буду делать все 108, можно потом их путем копирования, в принципе, создать. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот. Затем беру инструмент заливкой, находясь на этом слое, просто вот так вот заливаю. Видите, у меня линии появились, да. Потом я нажимаю Ctrl D, снять выделение, да. И затем, затем беру инструмент перемещения, перемещение. Если у вас автовыбор галочка включена, вы ее выключите, иначе у вас будет двигаться не то, что нужно. И теперь смотрите. Кстати, вы можете убедиться, что, смотрите, видите, у нас вот эта вот линия имеет толщину, ну, один пиксель, да, а между ними, как раз, вот, у нас там 10 пикселей, да, то есть, как и в предыдущем примере. И мы поступаем следующим образом. Мы просто, находясь на этом слое, с выключенным автовыбором, нажимаю клавишу Alt, видите, и тяну вот эту сетку вниз, опять же, привязывая ее ниже. Потом опускаюсь, я вот нажимаю пробел и опускаюсь. Снова нажимаю Alt, щелкаю по этой сетке и опускаю ее вот так вот ниже. Так, снова нажимаю Alt, опускаю ее вот так вот ниже, да. И так же опускаю ниже. И можно, в принципе, здесь уже на каком-то этапе ограничиться, да, все вот эти слои объединить и потом уже копировать именно их в случае увеличения высоты холста. Ну, не холста в данном случае, а макета нашего сайта, да, вот. Ну, в любом случае, процесс этот не такой уж и трудоемкий, да. Здесь главное все правильно делать в плане привязок. Видите, не вот так вот, не по верху, чтобы она привязывалась, а по низу. И это надо как бы вот потрудиться сделать, так как точность создания вот этих направляющих будет, ну, от этой точности будет зависеть много что. Вот, например, я вот так вот делаю, например, все. Да, вот так. Теперь, смотрите, здесь есть небольшой такой вот финт один. Ну, во-первых, смотрите, давайте вот все вот эти слои, которые у нас реализуют эту горизонтальную сетку, да, вот. Горизонтальные линии сетки. Я с шифтом их все выделяю, да, и нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-E, чтобы объединить их в один слой. Вот у нас это получилось, да. Вот, так, смотрите, что можно сделать. Так, можно сразу же, ну, мы предполагаем, что у нас сайт будет, и, конечно же, очень высокий. Смотрите, мы можем, в принципе, сразу область рабочую сайту увеличить. Вот я на монтажную область встаю, да, например, да. И вот здесь я могу вот так вот увеличить наш сайт, макет, ну, например, до, там, трех тысяч пикселей, либо четырех тысяч пикселей, да, не важно, вот. Если вы, допустим, лишнего перетянете, либо не дотянете, переживать не стоит, вы потом запросто можете все это дело, значит, исправить, опять же, увеличивая, либо уменьшая, да. Я это для чего сделал? Для того, чтобы, например, снова уже сюда прийти, да, вот этот слой взять и его непосредственно отправить, то есть копию сделать, вот, с альтом, да, я беру, и копию еще вот вниз отправляю. Вот, видите, я его вниз тащу. И вот здесь у меня, смотрите, когда я вот подвожу, даже здесь привязываться не к чему, да, вот, но, смотрите, видите, он мне показывает, ну, собственно, он ничего не показал, да, но мне удалось точно, значит, на заданное расстояние пристыковать вот этот объект, новый, новый слой, да, чтобы эта горизонтальная сетка была еще больше. Ну, дальше можно поступать таким же образом. Я вот это тоже снова объединяю, Ctrl-E. Ну, дальше этого делать пока не буду, да. Теперь смейт, что нам нужно сделать. Сейчас нам вот эти вот горизонтальные линии, ну, очень мешают, да, вот. И здесь, конечно же, можно поступить следующим образом. Кстати, вот прозрачность данного слоя надо тоже сделать 10%, чтобы они, эти линии были еле видны, и только при большом увеличении они были заметны. Здесь можно поступить несколькими, значит, способами. Ну, вот эти вот горизонтальные линии нам уже вообще никогда не нужны будут, потому что у нас есть, собственно говоря, вот эти, да, уже нарисованные нами элементы, да. Вот. А если, допустим, их убирать временно, например, да, то вот здесь вот есть такая вот комбинация, вот показать, вот направляющие. Ctrl-Plus можно нажать, и, видите, их у нас нет. Либо Ctrl-Plus я нажимаю, они появляются. Так, сейчас посмотрим еще. Просмотр. Показать. Направляющие. Да, Ctrl-Plus. А, Ctrl с точкой запятой, извиняюсь. Ctrl-точка запятой. Кстати, точка запятой, которая находится на букве G на клавиатуре. Вот здесь она включается, да. Но, смотрите, видите, здесь у меня сейчас получается, что появляются горизонтальные линии и вертикальные, да. Мне нужны только вертикальные, горизонтальные не нужны. Поэтому придется сделать таким образом. Я иду в пункт меню, значит, просмотр, и говорю удалить направляющие. Все, удалить направляющие. Вот. И после того, как я удалил направляющие, я это сделал для того, чтобы у меня горизонтальные направляющие всегда ушли. Потом я иду снова в пункт меню просмотр. Новый макет направляющий, да. Значит, беру, соответственно, вот эти. У нас число столбцов 12. Здесь 65. Здесь у нас 30. И все. Видите? Ок. Так. Можно вот эти вот, Ctrl-T, линии вытащить сюда до конца. И можно потом их вытягивать. Вытягивать сколько угодно раз. Вот. И у нас, смотрите, у нас появилась вот такая вот сетка, выполненная с учетом самых последних требований к модульной сетке. Да. Вот. Примерно так же, как и здесь. И таким образом у нас, значит, модульная сетка для создания нашего сайта готова. Мы, кстати, можем вот здесь объединить это все в один слой. В одну группу, вернее. Я выделил два слоя. Нажимаю Ctrl-G. Вот. И здесь нажимаю, пишу, что это Grid. Да. Grid. Сетка. Соответственно, когда мы будем копировать монтажную область, эта сетка будет, значит, за нами следовать. Да. И мы будем ее здесь использовать так, как нам нужно. Да. А вот этот монтажную область тоже можно назвать, ну, например, там главная. Да. Главная страница. Так. Я по-английски пишу. Вот. Либо Home можно написать. Я опять ошибка написал. Все. И вы теперь сохраняете этот файл не с каким-то, а именно с внутренним расширением фотошопа, формат PSD, чтобы вы потом могли дальше продолжать здесь работать. Итак. Мы на первом нашем занятии создали нашу модульную сетку для создания макета нашего сайта. Спасибо вам за внимание. До следующего занятия, где мы уже будем создавать какие-то микроформаты, да. Здесь шапку, сайт, меню и так далее. До скорой встречи. С вами был Александр Семенов. Игорь Негода.